Павел Голубовский, 16 лет, город Ялта. Павел рос обычным ребенком, пока трагическая случайность не разделила жизнь на до и после. В свой день рождения он спешил домой, но когда переходил дорогу по пешеходному переходу, его сбила машина. Вследствие чего клиническая смерть, годы реабилитации и освоения первичных навыков заново. Ребенок в 12 лет был полностью парализован и обездвижен. Не умел ни ходить, ни говорить. Мы его заново учили жевать, держать ложку. Это у нас получилось. Ребенок научился заново все делать. Мы хотели, чтобы он чувствовал себя таким же ребенком, как и все. Но благодаря огромной любви и поддержке родных он смог вернуться к обычной жизни. Паша на индивидуальном обучении, но когда хочет, может приходить в школу и быть на уроке со своими одноклассниками. Паша удивительный ребенок с огромной силой воли и целеустремленностью. Мы все желаем ему дальнейшей реабилитации успешной и хотим, чтобы Паша чувствовал себя комфортно. До трагического случая Павел ходил в художественную школу. Писать картины он не бросил, так как считает, что это очень успокаивает и придает сил. Мне нравится рисовать природу, людей, портреты красками. У ребенка была мечта пожать руку главе республики Крым Сергею Аксенову. И это свершилось. Паша стал лауреатом премии общественного признания «Преград нет». Я ощущал счастье, радость. Я бесконечно себя чувствовал счастливым. Премия «Преград нет» придала Павлу много сил и стремление не останавливаться на достигнутом, двигаться только вперед. Люблю с родителями ходить в походы, читать книги, сочинять стихи. Вот, например, про мост вам расскажу сейчас. Крым с Россией снова в связке. И ответ тут прост. За три года, словно в сказке, вырос Крымский мост. Мои цели еще закончить 11 класс с отличием, поступить в университет, встретить красивую девушку. Еще я хочу научиться красиво петь. Этот ребенок точно знает, чего хочет. Хочет быть, как все, счастливым. Паша уверен, если он справился с такими трудностями, в дальнейшем для него уж точно никаких преград нет.